Проблема выбора будущего вуза возникает перед многими выпускниками школы. В нашем регионе работают несколько якорных учебных заведений с многолетней историей. Однако определенная часть жителей предпочитает получать платное образование и направляет свой взор в частные вузы. Наша съемочная группа решила выяснить мнение жителей по этому поводу. Поступление в высшее учебное заведение – волнительное время как для родителей, так и для самих абитуриентов. Как только аттестат о среднем образовании оказался на руках, у недавнего выпускника начинается штурм вузов. Выбор стоит между государственным или частным университетом. Последний занял прочное место в системе высшего образования. Однако между студентами, преподавателями, родителями и работодателями не утихают споры об эффективности обучения в этих учреждениях. Одни считают, что негосударственный вуз дает возможность получить вожделенный диплом, не прикладывая особых усилий. Другие уверены, что именно там студенты получают наиболее актуальные и востребованные знания. Я особой разницы не вижу. Если частный вуз действительно учит людей, они зарабатывают на этом деньги. Поэтому особой разницы нет. Ну, конечно, я бы предпочел государственное образование. Я думаю, государственное лучше. А почему частное плохо? А там вот опять тоже личностный фактор – играть в другую сторону. Там, скорее всего, частное. Всё-таки мы слабы, человек слаб, поэтому где-то там на зарабатывании денег, на денежной основе, наверное, теряем знания. Чтобы устроиться на работу, конечно, лучше государственный вуз, потому что он более престижный. У меня дочь сейчас учится в академии в частной. И я просто в ужасе. Какое отношение к студентам. Я просто в ужасе. Даже из-за того, что мы платим такие большие деньги, отношение очень отвратительное самих педагогов. Мы также узнали, как сами студенты считают, куда лучше поступать и чем они руководствовались при выборе учебного заведения. Частные и государственные вузы вообще? Частные рассмотрели? Да, конечно. Но это сразу отпадало. Почему? Ну, потому что у них плохая как бы репутация. В этом я сомневаюсь в них. Как вообще, например, относитесь к частным вузам? Пошли бы, например, учиться туда? Нет, нет такой возможности. Что касается все-таки частных университетов, насколько я слышала, они вроде негосударственные. И лично моих родителей это смущает. Возможно, плата там не такая большая, но все-таки отсутствие диплома государственного уровня, наверное, как-то влияет на будущую работу. Все-таки хочется устроиться в жизни. На недавнем заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию Владимир Путин поручил последовательно закрыть вузы пустышки. По словам российского лидера частных образовательных учреждений, без лицензии и аккредитации Минобразования РФ, еще достаточно, несмотря на то, что работа по их ликвидации началась несколько лет назад. Заниматься этим нужно быстро, качественно и ответственно, отметил президент. Образование должно быть качественным. Образование должно вызывать уважение. Образование – это не покупка диплома, потому что сам по себе диплом ничего не значит. Важно только то, что человек оставил после себя, после обучения в вузе, вот в своем внутреннем мире, в своем восприятии окружающей жизни. И, конечно, образование должно давать человеку профессиональную траекторию такую, чтобы молодой человек чувствовал уверенность в своем завтрашнем дне. Где получать высшее образование, каждый для себя решается. Однако, чтобы не сожалеть о выборе, можно обезопасить себя. Эксперты советуют при определении университета узнать, сколько лет он работает, имеется ли у вуза лицензия на ведение обучения и выдачу дипломов государственного образца. Проверить эту информацию можно на сайте Рособорнадзора, где, выбрав нужные параметры, убедиться, что по окончании этого учебного заведения вы получите настоящий диплом и образование.